Площадь перед новым музейно-культурным центром. Сотни волонтеров и жителей Абакана. Бодрый старт акции дал член Олимпийской сборной России по веб-слейу Пётр Макарчук. Остаются считанные дни до того момента, когда Хакасия наряду с другими 35 регионами сделает шаг в цифровую эпоху. Созданная сеть обеспечивает вещанием 98,8% населения Республики Хакасия. С новым цифровым телевидением вас! Всего самого доброго! Окончательный отказ от аналога произойдет 3 июня. В канун перехода на новый формат вещания Республика присоединилась к красочному флешмобу запуск цифровых воздушных змеев. В этот день трём многодетным синим из столицы Хакасии, из Табаканского и Аскизского районов, телекомпания РТС вручила оборудование для приема цифрового сигнала. Мы хотим сказать большое спасибо за внимание, за подарок. Конечно, нам нужна приставка очень. Естественно, наши экстремы технологий без этого никак. Потому что детям нужно отдельно. Мультики вообще обожают. Это вот обязательно нужно будет. Напомню, Минсоцзащиты Хакасии готовы компенсировать часть суммы за покупку приставки или спутникового оборудования тем, чьей ежемесячный доход выше 9800 рублей на члена семьи. Кроме того, целая бригада волонтеров отправится по домам пожилых людей по всей республике. Они корректно настроят всё оборудование, объяснят, как им пользоваться. У нас есть горячая линия. Это телефон 215-002, по которому люди, нуждающиеся в помощи, люди-ветераны, категория старшее поколение, одинокие, которые могут отправить свою заявку и получить помощь волонтеров. В течение трёх дней заявка обрабатывается, выезжают ребята и подключают наших ветеранов к цифровому телевидению. С начала лета 20 федеральных каналов и три радиостанции охватят цифровым вещанием практически весь регион. Безукоризненная картинка и отличный звук, сотни программ и мультфильмов. В ознаменовании перехода в новую эру вещания волонтеры запустили в небо 20 воздушных змеев, символизирующих ТВ-каналы. Оскар Артамонов, Катерина Ирушина, Андрей Доржук, Александр Сурдюк, РТС.